У каждого из нас есть первичная и вторичная идентичность. Первичная идентичность – это прежде всего осознание и принятие того, что мы являемся частью Царства Божьего, или же непринятие и отвержение этого факта. Вторичная идентичность – это наше национальное, семейное или личностное понимание того, кто мы есть. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о наделении идентичностью. Первичная идентичность – это самое важное, фундаментальное, то, с чего стоит начинать, потому что именно это определяет наше будущее. В мире существует только два типа мировоззрений. Первое – это религиозное, а второе – это нерелигиозное или, я бы сказал, антирелигиозное. У него есть две очень интересные и важные для нас особенности. Во-первых, нерелигиозное мышление, оно не сформировалось самостоятельно, как некая мировоззренческая система. Оно появилось как протестное, против религиозного, то есть формировалось от обратного. И второй очень важный факт, но появилось очень недавно, в историческом контексте, буквально 200 лет тому назад. Но за этот совершенно непродолжительный период времени оно стало базовым, и все дальше и дальше погружает нас в пучину безнравственности и греха. Первичная идентичность просто не может быть нерелигиозной. В ее основе всегда лежит мировоззрение Бога. Сегодня очень многие говорят о том, что на первом месте должна быть семья. Мы не находим этого в Библии, никакого подтверждения этому в Священном Писании нет. На первом месте всегда был, есть и должен оставаться всемогущий Бог и служение Ему. И абсолютно уверен в том, что никто другой и ничто другое не может встать на первое место. Как-то я разговаривал со своей младшей дочерью и сказал, что я люблю больше всего на свете. И знаете, она стала серьезной, смотрела на меня и сказала, «Папа, это неправда, потому что не меня ты любишь больше всего на свете. Но кого же тогда еще любит Бога?» И для меня, как для отца, это достаточно лестное высказывание, потому что дает определенную оценку с внешней стороны, не мое внутреннее свидетельство, а свидетельство другого человека. На первом месте в системе наших приоритетов должен быть Бог и Его Царство. Однажды, это было много лет назад, мы дискутировали с одним очень известным служителем, который утверждал, что система приоритетов должна быть следующей. На первом месте Бог, на втором месте семья и жена, на третьем месте дети, потом работа и где-то там дальше в подвальчике служения Богу. Я задал ему простой вопрос. Если ты говоришь о том, что Бог у тебя на первом месте, то в чем именно это выражается? В твоих личных каких-то переживаниях, может быть, в твоей молитвенной жизни, в углублении, в священное писание, может быть, еще что-то. Он не смог четко и внятно ответить мне на мой вопрос. Я уверен в том, что если Бог для нас является наивысшим приоритетом, то прежде всего это выражается в служении ему. Диспут продолжался достаточно долго, и другой достаточно известный служитель ответил моему оппоненту, сказав потрясающие слова, которые я буду помнить, наверное, всю жизнь, дорогой брат. «Христос умер не за твой счастливый брак». Итак, если Бог у нас на первом месте, то каким образом это должно выражаться? Если я одену килт, то вряд ли стану шотландцем. Если я одену китайскую зонтичную шляпу, то я точно не буду китайцем. Если я зайду и переночую в конюшни, я не выйду оттуда в виде лошади. Наша идентичность не определяется какими-то внешними признаками. Идентичность внутреннего самопонимания не зависит ни от цвета кожи, ни от общества, которое нас окружает, ни от всевозможных культурных течений и движений. Она полностью зависит от нас самих. Идентичность – это то, кто ты есть, кем ты являешься, какие решения ты принимаешь, на что ты смотришь, что является важным и критичным для тебя в данный момент. Идентичность определяет наши решения, поступки, цели, полагания и, соответственно, наше дальнейшее будущее. Первичная идентичность никогда не может быть просто декларативной. Если ты христианин, то ты должен жить как христианин, быть послушным Богу, поступать достойно Бога, исполнять Его заповеди и жить в согласии, с совестью и священным писанием. Также первичная идентичность определяет и формирует наше поведение сегодня, исходя из того, к чему мы стремимся. Например, если вы принц, то вы учитесь и живете как будущий король. Если вы невеста, то вы живете как будущая жена. Если вы спортсмен, нацеленный на чемпионский титул, вы уже начинаете примерять на себя чемпионский венец или мерить медаль. Отец должен убедиться в том, что все члены его семьи знают, понимают и принимают свою первичную идентичность. В противном случае их жизнь будет формироваться в жестком дисбалансе. Как вы считаете, все ли люди должны думать о себе, как о детях Бога? И может ли первичная идентичность не быть религиозной?